привет вселенная сегодня у нас 30 июня 5.35 по калифорнийскому времени что сегодняшнее видео я напомню что у меня появился менеджер и поэтому теперь у меня все прям по таймингу 20 минут максимум видео я обязательно она мне сказала о том что мне обязательно нужно говорить о том что подписывались на мой канал так что я говорю это чтобы подписывались на мои соцсети такая тема еда еда в лос-анджелесе у вас на 10 часов больше и так как я сегодня не успел получить никакой бесплатной еды вы же знаете что я подаюсь на беженство вот жил в киша пока без работы без постоянного места жительства и соответственно с едой тоже вопросики но это в этом видео я как раз таки расскажу о том а возможно какие есть для получения бесплатных всяких штук но перед тем как мы это сделаем я сейчас загуглю я сегодня уже никуда не успел туда попасть в эти места поэтому я сегодня буду тратить деньги вот так вот как это показывают обычно да вот это жестки я не могу показать а не могу наверное или не могу ну короче вы поняли я буду прям деньгами шмыряться пойду в макдональдс и это видео у меня будет про то как я посетил американский макдональдс так давайте забьем сразу в адрес в карты вот я уже до этого как смешно перевернем чтобы он было видно иконик фастфуд бургер я не знаю что такое чей но все остальное мне понятно что вбиваем как чтобы туда доехать directions ну и вот он мне говорит что ехать на велосипеде 5 минут head west on west 120th street toward hawthorne boulevard then turn left onto hawthorne boulevard так мне сейчас нужно развернуться назад и видите все я как я и говорил все слышите эту женщину да которая со мной разговаривает все как я и говорил здесь 5 минутах доступности вот я на своем велосипеде ну ладно пока я еду расскажу как вы знаете да точнее как я уже сказал а в америке есть специальные программы для малоимущих людей нахрена они нужны зачем америке бесплатно кормить людей малоимущих это делается я сам тоже сначала не понимал это делается для того чтобы снизить уровень преступности потому что те люди которым есть что поесть не будут ничего воровать вот и здесь я уже не буду рассуждать на тему правильно это или неправильно вот но существуют разные разные социальные организации которые точнее одна социальная организация как бы правильно сказать государственная организация DPSS такая Department of Social Security Services DPSS Department of Social Services вот как вторая ID я не помню переводится ну в общем и там можно пойти и подать заявку на разные социальные выплаты пособия я по ним сниму отдельное видео потому что еще не разобрался мне сказали подавайся на все в чатах пишут все на все подавайся когда вот мне все заопровят я обо всем об этом расскажу в частности мне уже заопровили медицинскую страховку тоже напомню бесплатную вот и по по отзывам вообще людей говорится о том что это медицинская страховку вообще бесплатно получше даже некоторых платных вот программ в общем это это социальная программа предоставляет также деньги на бесплатную еду вот меня пропустили проехать предоставляет карточку с деньгами там по моему то ли 200 долларов то ли сколько в месяц но которая может на 600 feet turn left onto west del segundo boulevard покажу как здесь красиво а а еще и какую-то карточку на скидку на покупки со скидками я честно говорю я еще в этом все мне разобрался и плюс это еще на это нужно время чтобы это все пришло чтобы это получить и когда я это все получу и когда воспользуюсь тогда я думаю будет правильно записывать какие-то обзоры сейчас пока никаких льгот я еще от государства turn left onto west del segundo boulevard и да важно сказать о том что эти льготы даются в том числе in a quarter mile turn right таким людям как я вот это вот логотипчик макдональдс я тут носом увеличиваю и таким людям как я которые приехали еще пока не граждане я тоже имею право подаваться на программу вот любой человек в америке может подаваться на эту программу если предоставить определенные доказательства у меня есть мои документы вот если государство дает возможность мне получать какие-то льготы я с удовольствием на них подаюсь почему бы нет правда 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 забавно это слушать да через океан людям которые не живут в стране дают возможность получать какие-то льготы ну если которые еще не граждане страны которые которые подаются вот на убежище для этого не обязательно подаваться на убежище для этого семья может быть просто не очень с хорошим достатком вот все есть эти цифры в интернете я к сожалению цифры не знаю на которые должны быть так как у меня сейчас достатка нет никакого заработной платы нет никакой потому что я только две недели езжу занимаюсь опорблением как раз таки документов в том числе и на социальные выплаты да и вообще-то я не имею права легально работать я в том числе занимаюсь опорблением документов на то чтобы открыть здесь ИП и легально получать зарплату здесь это называется LLC для того чтобы сделать это LLC нужно пройти огромное огромное количество разных инстанций чем я собственно на своем велосипеде и занимаюсь так так собственно где я питаюсь то точнее где я могу скажем так питаться в США бесплатно во первых существуют фудбанки их даже не нужно искать можно в гугле набрать либо набрать в google maps фудбанк и оно покажет себе что где находится ближайшее отделение у них у всех есть свой график работы но пока с моей жизнью он не совсем коррелируется потому что моя задача сейчас ездить управлять эти документы а если я буду искать там через полгорода ездить за едой то ну в общем у меня дорога будет занимать только время и в общем я буду только есть и не буду ничего делать ну то есть можно стать заложником этой ситуации поэтому иногда приходится делать принимать решения все-таки покупать еду за деньги которых нет которые давным-давно были одолжены кстати вот вы мне не доносите ничего за полезную информацию вот и приходится мне одолжать деньги так что такой вот непрозрачный намек в общем подъехали мы вот макдональдс американский я уже смотрю на эти макдональдс давно-давно а сейчас нам нужно запарковать мой велик и так все мы приехали да я вижу что почему он я не понимаю если мы он окей сейчас я пока я буду парковаться про что расскажу про второй способ где еще можно получать еду и в чем отличие собственно фудстэм господи фудстэм поговорю фудбанки в фудбанках есть свое определенное в общем особенность они дают неготовую еду то есть они дают там макароны курица замороженная ну это по рассказам я туда не ездил еще раз повторюсь потому что не было такой возможности ну и обязательно сниму обзор если попросите сниму обзор как это все выглядит вот когда все таки доеду и есть церкви церкви как раз таки у них они работают по другому принципу они дают в прямом смысле слова еду которую ты можешь съесть вот я на днях подъезжал в я сейчас парку велосипед поэтому будет ракурс и страны подъезжал в церковь она мне выдала выдала такой рюкзачок и в нем были там всякие бутерброды йогурты какие-то ну то есть это была такая еда на два дня в общем я собственно за два дня это все и съел соки там типа яблочные такие баночки и эти батончики как они называются энергетические батончики секундочку подождите пожалуйста я за это закреплю все таки мой велосипед чтобы можно было продолжать и ну сказать что это полезная еда то нет все эти бутерброды все эти быстрые углеводы это все фигня конечно бутерброды были с ветчиной и сыром молочку я тоже стараюсь не есть но так как сейчас особенно выбирать с едой не приходится и плюс я все время на велосипеде на спорте поэтому не сильно боюсь набирать эти калории потому что я все время ну в движении сбрасывают тем не менее вот а вообще я просто приехал не во время обеда там вот тоже у каждой церкви свои особенности у кого-то там они только завтраки дают у кого-то там только обеды у кого-то там еда только раз там по средам там например и все это надо отслеживать и поэтому это все находится в разных местах это типа надо ездить прям вот по этим церквям чтобы там поел ты позавтракал там пообедал в общем и все это конечно ну как бы так давайте вот мы прям все вот я вам показываю у меня такое ощущение что это закрыто у людей нет вообще а нет открыто у людей нет правда вообще вы видите это не наше макдональдс да где там миллиард людей что закажем давайте закажем что-нибудь так тут как-то можно залогиниться но мы наверное это сейчас пропустим окей видимо тут можно сделать свой какой-то персональный аккаунт блин я даже не знаю что заказать то в общем то интересненько кстати здесь видите какая-то система как в KFC у нас можно просто самому себе наливать напитки так ладно а что же выбрать то я бы конечно выбрал бы какой-то наборчик может быть вот это а нет это не то что такое что такое что ж выбрать такое господи ну по классике да с вами выберем все наборчики вот эти там чтобы было и мороженое и вот это все и кола и кола. Прям вот все это вредное-вредное. Мы возьмем такой классический набор. Может, спросить у него? I'm sorry. Maybe you have some meal like with big burger, big fry, big cola, things like that. Okay. So, what was your question? My question was, maybe you have a meal with big sandwich, with big burger, with big... Big Mac? With, maybe with... You want a meat? Bacon, with bacon. Okay, look. So, we have number two. Okay. B, 2B, it's a quarter-tonner with bacon. Okay. So, number two, but with bacon. Okay. And big fry? Yeah, so you can get a large, and you'll get a large fry, a large drink. Okay. You want that? Yeah. I don't see. Is that a drink? Yeah, and cola. Coke? Yeah. Coke. I'm not so far away, like I was to arrive. Where are you coming from? I'm from Belarus. Did you know where it is? It's not in this state. I mean, in this country, right? No, it's not in the country, it's, yeah, in Europe. Yeah, I think it's out there. I'm not sure if you have a drink. Alright, is it enough? Yeah. Oh, maybe ice cream, some ice cream. Yeah, okay, so, you have the ice cream phone, or do you have a different name for my story? Is it a oil or a man, I don't know? Um, yeah, bigger, most bigger. Okay, so, yeah. Yeah. Is it a oil or a man, or chocolate crystals? Okay. Chocolate crystals. Okay. Okay. I told you about it, I'm talking about Zos, right? About Zos. And I'm talking about it. And I'm talking about this. And I'm talking about chocolate crystals and everything. What is this? Oh my God, I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I'm hungry. I ate the first time in the morning. It's 8. Okay. 40 and 54? Okay, bye, Kyle? Yeah. Бакон. Бакон. Ориум. Бакон. Акола где? У меня есть ощущение, что мне не положили туда картошку. Наверное, надо было комбо-минспрессить. Вот ты тупой. Ну ладно, мне надо себя обижать, я в состоянии стресса нахожусь. Сейчас я попробую вспомнить, как это называется. Это картошка-то я правильно сказал? Фрай, да. Да, я же сказал слово фрай. Я даже правильно вспомнил. Итак, на чем я остановился, пока мы ждем, пока это готовится. Значит, да, в церквях выдают вот эти все обедики, прям готовую еду. И вот мы когда, я еще про это не снял видео, когда нас выпускали из Detention, на нас отвезли именно в церковь. И я там пробыл три дня, потому что ждал самые дешевые билеты на самолет. И там вот были такие обеды. Один раз... А, все, мое готово уже? Или нет? Да, это мое готово уже. Не, есть там картошка. А, нет, я не знаю, что есть картошка. Окей, давайте попробуем. Может быть, чеса? Окей, что-то, я не знаю. Какое-то, я не знаю. Какого-то хорошего. Ха? А? Ха? 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 Тут соусы бесплатно, насколько я понимаю. Прикольно. И мне положим соус. Окей. Окей, спасибо большое. Окей. Вау, смотрите, какая здесь штучка есть такая вот такая, чтобы взять, ой, ой, это не так, так, а так, чтобы взять в руку, и вот такой вот пакетик с бургером и с едой, мы сейчас вот так возьмем это и пойдем сядем. Куда мы сядем? Ну, давайте сядем сюда. Здесь как бы особенно красивого вида никакого нет. Морошка, я потом... Вы понимаете, я все это не ем, я это делаю только ради видео, только ради видео, конечно, только ради вас, только ради вас, моя вселенная, только ради тебя, моя вселенная. Так, ладно, я оставлю это на секундочку, надо сказать, в туалет помыть руки. Давайте посмотрим, как в туалете моют руки, ведь Макдональдс без туалета. Не Макдональдс. Правильно? Давайте узнаем, как это... А что, закрыто? А, окей, thank you so much. Он там нажал какую-то кнопочку, и вот открылся... и вот открылся туалет. Ну, то есть, не все так могут сюда проходить. Сейчас мы помоем ручки перед едой. Ну, вы видите, туалет, обычный туалет, мыло... мыло есть, окей. Пахнет невкусно, честно скажу, пахнет прям... пахнет невкусно. Вот. Я до сих пор в шоке о том, что... от того, что... от того, что мне отдали... 4 соуса прям... В общем, увидели мы какой туалет в Макдональдс в США. Ну, как бы, очень все похоже на нас. Правильно? На то, к чему мы привыкли. А, ну что, наконец-то пришло время. Так, меня тут сумку не унесли, ничего не унесли. Пришло время пробовать колу. Я колу последний раз, я клянусь, я не помню, когда я пил последний раз колу. Кола вкусная, честно говорю. Очень концентрированная, очень вкусная кола. И здесь ее называют не кока-кола, а коук. Я вот даже покажу. То есть везде вот эта вот штука. Коук. А, ну вот кока-кола так. Коук by кока-кола. Диет типа. И кока-кола. Ну, то есть, насколько я понимаю, коук это типа как бренд, типа то, что она диетическая. То есть, и вот, ну вот так вот, короче. Хотя я сказал кока-кола, он мне переспросил колу. Картошка. Выглядит сюда более знакомо. Соленая. Горячая. Вкус немножко отличается. Ну, ну и согласитесь, и в России, и в Беларуси, и в Украине, в Магнолитсах часто отличается вкус картошки, даже если ты ходишь в один и тот же ресторан. Блин, с непривычки очень сразу чувствуется вкус этого масла. Пупец просто. Здесь без соусов нам не обойтись. Попробуем мы все соусы. Я вообще обычно ем картошку без соуса, потому что я очень люблю вкус оригинальной картошки. Честно говоря, размер бургера мне не нравится. Я уже вижу, что он... Как-то я ожидал, что он будет побольше. Вот такие вот салфеточки серенькие. В пакетике в этом. Коробочка вот такая вот. Такая из эко-картона какой-то. Вот такая вот тема. Прикольный на ощупь. Бургер, честно говорю, я ожидал, что он будет больше. Он похож на... Просто на бургер не двойной никакой. Вкусные. Блин, я в американском Макдональдсе пробую еду и записываю об этом видео. Вот один такой. Honey mustard. Я не знаю, что такое mustard. Давайте посмотрим в переводчике. Ммм, горчица. Так, второй у нас... Ммм... Соя wheat. Wheat. Знакомая пшеница или что там? Wheat. Пшеница, да. Не зря я все-таки работал в компании, которая занимается производством средств защиты растений. Хоть что-то запомнил. Так, ну это у нас просто чеснок. Обожаю. И барбекю. Тан-джи. Барбекю. Би-би-би. Как переводится тан-джи. Острый. Ну вот мы и получили немножко еще с вами вместе английский язык. Попробуем вместе с соусами. Ммм... Прикольный, кстати, очень соус. Вот этот вот горчичный, горчичный медовый. Очень прикольный вкус. Реально очень прикольный вкус. Необычный, неожиданный. Такой... Как будто бы горчица, но не острая, да. И с мягким таким привкусом меда. Очень прикольный вкус. Очень прикольный. Прям может затянуть. Как мой любимый анекдот. Мне, пожалуйста, 8 бургеров, 8 мороженых, 8 картошек фри и 1 диетическую колу. Вот у меня диетическая кола и куча всякой вредной хероты. Ммм... Бургер вкусный, честно. Но... Самое интересное, что действительно, стоит отдать должное, ммм... У нас бургеры практически ничем не отличаются. Но вот так сходу сказать, что вот такой-то вкус, новый, другой, то нет. Ммм... Знаете, знаете, на самом деле, я... В Макдональдсе последний раз был, когда жил в Полтаве. Это было в январе... Нет, в феврале 2022 года. Ну, вот. И это был первый мой Макдональдс за... За полтора... За год точно. За год. И вот сейчас, получается, вот второй в этом году Макдональдс. Я не поддерживаю культуру неправильного питания. Я не поддерживаю. Не поддерживаю. Вот. Но... Я очень раньше любил Макдональдс до того, как мой организм сказал мне, что ты больше не можешь это есть, потому что теперь... Твой... Господи, как это называется? В общем, теперь у меня все медленнее переваривается. Я забыл это умное слово. И теперь у тебя все это будет обкладываться в бока, если ты будешь это есть, даже если ты будешь заниматься спортом. Вот этот пшеничный соевый соус тоже очень прикольный. Очень необычный вкус. Я не знаю, есть ли он в Беларуси, в России, в Украине. Но очень прикольно. Что еще? Так вот, я недорассказал про церкви. В общем, питаться можно. Там есть эти готовые обеды. Все это можно отслеживать. Туда можно ездить каждый день. Плюс можно брать еду в футбанках, но ее надо потом где-то готовить еще. Там мне говорили о том, что есть какие-то консервы. Они дают, но надо проверить. Я пока, правда, не успеваю просто туда доехать. В общем, в Америке, если ты приехал, получаешь убежище и можешь подтвердить, что твой доход... Не знаю. Низкий, уж не помню. Ой, смотрите. Девчонки-шорты с... С чего у вас с этим... С логотипом моего любимого фильма «Крик». Я, кстати, помню, у меня один из парней, который комментировал мое видео, и он наверняка тоже сейчас смотрит это видео, обещал мне выслать маску, которую он получил на премьере фильма у себя в городе. И я помню об этом. И я очень жду тот момент, когда у меня появится место, куда мне можно будет эту маску отправить. И я обожаю фильм «Крик», и последняя часть заставила меня рыдать. Я записывал об этом обзор. Если мой менеджер канала, который у меня появился, добавит ссылочку здесь всплывающую, то вы сможете посмотреть этот обзор. До сих пор вспоминаю, и как-то вот... Как-то задели мои чувства. Шорты классные, кстати. Только это не девушка, а это парень. И за длинными полос я бы это не увидел. В общем, государство мне помогает на первое время не падать духом, получать еду. И даже кому-то удается, кому подтверждают заявку, кому-то кто-то получает даже деньги, финансовую поддержку. Ну, а для Америки 200 долларов, это... Это... Вы видите, тут один обед с бургером стоит почти 15 долларов. Ну, в общем, я снял за то видео. И за то я снял в Макдональдс в Америке, в настоящее Макдональдс в Америке. И да, в конце видео хочу сказать вам, что я заходил... Ладно, все, сейчас меня опять несет, начинает уносить. У нас тайминг 20 минут. Я не знаю, сколько длится это видео, но так, как рассказал мне мой менеджер, в конце видео тоже обязательно нужно сказать подписывайтесь на канал, ставьте лайки, подписывайтесь на другие мои соцсети, там везде свой уникальный контент. В Телеграме я записываю периодически классные какие-то поддерживающие сообщения, аффирмации это называется. В Инстаграме фотки, понятное дело, в общем, в других соцсетях моя музыка. И везде можно следить за тем, как выходят мои ролики. Всем хорошего дня, приятного аппетита, питайтесь правильно. И про питание я обязательно тоже сниму видос, как я похудел на 16 килограмм и не питался в Макдональдсе. Как я разжирел на ковиде, за год сидя дома, и как я сбросил потом это все. Все обязательно расскажу. Пишите, кстати, в комментариях, о чем интересно еще узнать про Америку, про не Америку. Обнимаю. Пока, Вселенная.